Сейчас трудно найти в Украине издание, где бы не обсуждалось заявление Игоря Коломойского о необходимости объявить дефолт. Высказалась команда Зелинского. Сказали, мы против, но дискуссия идет. Полагаю, право известный киевский экономист Алексей Кущ, который выступил с анализом этой ситуации. Дефолт можно было объявлять в короткий временной промежуток времени. В 2014 году все причины были очевидны и вполне понятны международному финансовому сообществу. Внутренние. Начало боев на Донбассе. Внешние. Ситуация с Крымом. Приплюсуем сюда и сложную внутриполитическую ситуацию. Все это можно назвать объективными причинами для объявления дефолта. Смешно ожидать, что тогдашний министр финансов Наталья Яресько это самый лучший переговорщик такой ситуации. Пойти на конфликт с Международным валютным фондом она не осмелилась, но зато за списанные части долга размером чуть более 3 миллиардов долларов США пошла на весьма невыгодный для Украины шаг. Она предоставила внешним кредиторам так называемый дериватив или инструмент восстановления стоимости. Цитирую Алексея Куща. Суть его заключается в том, что в случае роста нашей экономики в коридоре 3-4% в год мы должны будем заплатить владельцам наших еврооблигаций 15% от суммы прироста валового внутреннего продукта. И уже 40% от величины прироста ВВП свыше 4%. И так в течение 20 лет, с 2021 по 2040 годы. Максимальное ограничение выплат установлено лишь на период с 2021 по 2025 годы. Не более 1% внутреннего валового продукта. А далее, хоть трава не растет, старт данным выплатам начинается после достижения нашего ВВП отметки в 125 миллиардов долларов. Конец цитаты. Допустим, Украина в результате системных реформ смогла бы достичь динамики роста ВВП на уровне 5% с плюсом. В таком случае, в 2040 году показатель нашего валового продукта может составить полтриллиона долларов. Нетрудно прикинуть, что нашей стране придется заплатить иностранным инвесторам бонус за рост в размере более 20 миллиардов долларов. Проблема заключается в том, что двигаться вперед быстрыми темпами при таких гирях на ногах не получится. Выплаты внешним кредиторам за рост будут существенно ограничивать темпы этого самого роста. Идея Игоря Коломойского заставить через дефолт оплатить мировые финансовые институты участия Украины в их геополитической игре не вызовет энтузиазма ни у западных инвесторов, жаждущих поживиться за счет возможного роста экономики Украины, ни у делового сообщества страны, которое понимает, что дефолт – это уход серьезных инвесторов. Словом, с объявлением дефолта Украина точно опоздала, за что надо в кавычках благодарить давно ушедшую в небытие команду реформаторов в составе Яценюка, Ереська и многих-многих других соратников Петра Алексеевича Порошенко. Продолжение следует...